дорогие зрители канала герчу кико с вами виктория сепчук тема данного видео будет про психическое здоровье в трейдинге что такое вообще деформация да или норма то есть в этом видео постараюсь вам объяснить что происходит с трейдера в течение всей этой работы да в течение в принципе всего времени до сколько лет торгует трейдер да то есть где норма где трейдер он уже начинает входить в азар да и соответственно это уже очень плохо сказывается на его психическом здоровье почему эта тема очень важно потому что в принципе трейдинг если начнем сейчас вот рассматривать эту профессию то очень специфичная на самом деле работа она подходит не для всех кто-то не может принять все нюансы этой профессии то это бизнес да но бизнес он отличается от всех других бизнесов до которую мы знаем там работа с людьми и все остальное это бизнес сам на себя то есть эта работа та работа где вы опираетесь только на самого себя и на самом деле это очень сложно потому что вы не можете перекладывать ответственность на кого-то да вся ответственность ложится на вас и конечно же это очень идет большой грустно вашу психику кто-то выдерживает кто-то не выдерживает и на самом деле отсюда начинаются уже проблемы не то чтобы даже с деньгами до самой торговли начинаются проблемы со здоровьем и на самом деле здесь очень много минусов так скажем да если вообще рассказывать об этой работе конечно же здесь минусов наверное больше чем плюсов потому что если трейдер не готов к этому если он заходит в это дело без какого-либо человека до который его подготовит то конечно же очень большинство скажем так 80 90 процентов людей они неправильно начинают всю эту дорогу то есть весь путь и это приводит ни к чему хорошему то не проводит да и мы сегодня поговорим именно психическом здоровье начнем с того что первое да какие какие цели вы в трейдинге преследуете да вы должны себе задать вопрос потому что в принципе эта деятельность она направлена у нее очень достаточно много именно вот этих вот направлений да то скажем так и можно по-разному работать смотря что хочет от трейдинга до человек он хочет заработать там сразу и много да что принципе невозможно это я сразу скажу те кто только начинают сразу и много особенно с небольшого депозита вы не заработаете почему трейдинг даун так соблазняет и очень притягивает многих людей потому что это как вспышка да это тоже какая-то игра как будто бы кажется да что можно сейчас заработать здесь и сейчас вот именно вот в этот момент такое бывает да кому-то везет и действительно зарабатываю деньги и также не исключение я когда у меня были небольшие счета и я их просто разгоняла в принципе до приличных сумм и в итоге все сливала почему это происходит потому что вы попадаете в какую-то такую хорошую фазу рынка вам везет вам кажется так будет всегда но это не так и на самом деле это трейдера заводит очень сильно очень такую глубокую на самом деле глубокий стресс он этого уже не понимает но он постоянно находится в такой вот фазе стресса в очень такой высокой фазе стресса и такую депрессия что ли да он постоянно испытывает какое-то неудовлетворение дата этой работы то есть он пытается вкладываться он постоянно до вкладывая деньги и ничего от этого не получается соответственно это большой очень стресс и здоровье здесь конечно же хромает да мы говорим сейчас про психику поэтому прежде чем вы начинаете торговать моя рекомендация вам выбрать все-таки как вы будете это делать кто-то торгует да сейчас начнем с направлений кто-то торгует каждый день и очень много времени на это тратит да то есть скальперы кто торгует постоянно на минутках там могут сидеть по пять по шесть часов и торгуют и на самом деле это идет большая небольшая нагрузка но если вы даже хотите быть скальпером и рекомендация вам выделять на это определенное количество денег то есть пять дней подряд или если брать крипто рынок вы будете торговать круглосуточно это невозможно вы выгорите то есть вас надолго не хватит поэтому если вы хотите быть скальпером выделяете на это дело два или три дня почему скальпинге можно выделять эти дни потому что если забрать скальпинг на минутном таймфрейме сигналы можно находить каждый день в отличие от среднесрока и внутри дня внутри дня средний срок сигналы рынок дает не каждый день поэтому здесь откладывать не получится тут как уже пойдет то есть вы уже смотрите на рынок и подстраивайтесь по нему под него скальперы же наоборот скальперы в принципе и рынок может под них подстраиваться то есть здесь нету выбора до какой день вы берете в принципе любой день можете открыть ту же пятницу или среду и просто что-нибудь найти поэтому вы для себя Либо вы отдаете себе много рынку, но вы должны также выбирать себе время для отдыха. Либо вы берете внутри дня средний срок торговлю и понимаете, что будут дни, когда не будет сделок. Или будут дни, когда рынок будет давать убытки. То есть даже по правильной системе. То есть вы это должны принимать. Если вы это себе в голове, то есть не примите это, не поставите галочку, что да, действительно, я согласен с этим условием, то достаточно будет много проблем. Потому что вы постоянно будете как-то пытаться что-то сломать, как-то пытаться что-то сделать по-своему, у вас все равно не получится. Потому что рынок, он сильнее, в принципе, любого трейдера, какой бы трейдер ни был. Второе, принятие специфики работы. Что это значит? Смотря, конечно же, по какому часовому поясу вы живете. Кто-то живет, ему удобнее акции торговать, кому-то удобнее форекс торговать, кому-то удобнее крипторынок торговать. То есть здесь на самом деле специфика в чем? Ему, трейдеру, скажем так, хочется торговать все рынки, но не получается. Допустим, у меня, я торгую акцией и форекс, но иногда мне не совсем удобно торговать акцией, потому что акции открываются очень поздно. У меня в позднее время открываются акции очень поздно. Поэтому я просто взяла себя за правило. Первый час я смотрю и все, дальше я потом рынок не трогаю. То есть у всех по-разному. То есть в чем вот эта вот специфика? Человек не хочет принимать, да? То, что в какие-то часы, да, в какие-то часы рынок просто не даст сигнал, да, либо вы зайдете куда-то быстрее, вам надо быстрее зайти, вы не ждете, вы заходите, в итоге вы теряете. То есть вот весь этот шум, да, начнем с того, что трейдинг вообще в принципе шумный. Вообще эта вся работа, она очень шумная. Почему? Потому что очень много информации, очень много графиков, очень много инструментов. Поэтому здесь, конечно же, нужно для себя определить, что вы торгуете, когда вы торгуете. Вот прям вот себе поставить точно, да, то есть прописать и не нарушать эти правила, потому что нет смысла в это лезть. Вы начинаете во что-то лезть, не разобравшись, у вас начинаются проблемы. Вот когда вы разберетесь, да, поставите точку, да, то, что да, действительно, я это торгую, все, я это проверил, я увидел закономерность, только тогда захожу. Только тогда вы можете действительно в это лезть, так скажем. Третье трейдинг – это марафон. Почему это марафон? Потому что когда трейдер приходит только учиться, он сразу должен понимать, что сразу прибыли он не увидит. Ну, то есть там первый месяц он начнет торговать, сразу у него не будет так, что он сразу заработает денег, да, там разгонит счет, там вдвоет, утроет и так далее. Он должен понимать, что это учеба, что это обучение, что первый, второй, там третий месяц – это будет только как бы наработка своих навыков, это будет отработка своих теоретических знаний. Потому что трейдинг – это как метод дедукции, то есть вы от общего, какой-то от общей информации приходите к частному, да, вы приходите к чему-то конкретному, что вам понятно. Одному трейдеру одно понятно, вам понятно совершенно другое. Поэтому это важно, вот этот путь пройти. И чтобы трейдер понимал, понимал, что это не просто я сейчас зайду и кушься, таким образом можно сходить в какую-нибудь, не знаю, игру в казино и там просто поиграться. Трейдинг – это не игра, не игра. Говорю это так, почему? Потому что в свое время я также относилась к трейдингу, скажем так, как к игре, хотя я не понимала, то есть настолько меня вот это все поглотило, настолько был вот этот высокий стресс, что я не понимала, что это действительно работа, и здесь действительно можно подстроиться, и это все реально. Просто нужно не лениться и сделать вот такую глубокую фильтрацию именно инструментов, глубокую фильтрацию рынка того, где вы находитесь, глубокую фильтрацию времени, когда вы заходите, когда вы не заходите, технику, фундаментал. Это все нужно прокачать, да, и когда вы это прокачаете, вам, конечно же, будет легче, в принципе, работать, да, вообще в этой сфере. Дальше. Излишняя торговля, искаженный взгляд на рынок. Конечно же, когда вы переторговываете, когда вы сидите, просто уже нету сигналов, вы начинаете в одну акцию лезть, во вторую, третью, десятую, Форекс начинаете там поднимать какие-то кросс-пары, разве их не торговали, вы начинаете лезть не туда, куда надо. Соответственно, что происходит? Когда вы начинаете много, чересчур, излишне много инструментов смотреть, потому что я не рекомендую вообще новичку смотреть, не знаю, там, по 500 инструментов, это невозможно. Я смотрю там 200 и до 300, может быть, у меня доходит, и то у меня просто уже болит голова, болят глаза, я не могу долго сидеть. Если вы начинаете торговать, ну, смотрите, ну, до 100 хотя бы, да, и то это много, потому что когда трейдер, он начинает, он же правильно видит многие вещи, он не видит что-то такое конкретное, потому что он только учится, и ему кажется, что вот много всего происходит. И когда вы просто много-много вот этих акций или инструментов смотрите, у вас, как говорится, замыливается глаз, и происходит такой искаженный взгляд на рынок, и вы уже что-то видите, и вы уже совершенно неправильно. И если так, соответственно, каждый день работать, это, естественно, идет нагрузка очень сильно на вашу психику, и, в принципе, вы еще не отдыхаете, если вдобавок, то, ну, ничего хорошего торговли, то есть из этого получается не совсем, не могу сказать, что прибыльная, она неправильная, потому что вы, в принципе, неправильно уже мыслите, неправильно анализируете рынок. И пятое, да, глубокая фильтрация – это более надежная торговля. Глубокая фильтрация – это, наверное, приходит с опытом, с большой практикой, потому что, когда вы придете вот к этому моменту, когда у вас будет конкретный инструмент, все. Потому что вы будете понимать, там я потерял, на той акции я потерял, на том, почему. Вот в этом сценарии я теряю. Так, вот этот именно сценарий работает у этих инструментов. Вот этот сценарий работает на крипте. Вот этот сценарий работает на акциях. Вот этот сценарий работает на форексе, на мажорах, например. Например, вот такой сценарий, вот так нужно заходить, при таком сценарии именно так нужно. Всё, у вас конкретно, понимаете, у вас вот опять же метод дедукции. Вы вычленяете и просто фильтруете свою, очень глубоко фильтруете торговлю. А чтобы эту фильтрацию пройти, вам нужно, конечно же, просто простудировать ваши убыточные сделки, которых достаточно будет много, когда вы будете обучаться. И только в таком случае, я скажу так, то есть вы сохраните действительно психическое свое здоровье и не полезете где-то куда-то в дебри, там в какой-то азарт войдёте и начнёте просто влазить в долги и что ещё хуже. То есть поэтому, я скажу, от себя это возможно. Сохранить вот это стабильное состояние возможно, потому что трейдинг, это знаете, это как вот заходишь в какой-то шум. И тут главное поймать свою волну, не знаю, как бы медитацию или что-то. То есть уйти именно в трейдинг, в рынок, да, то есть вы один на один с рынком остаётесь. И вас не должно волновать, кто как там, что какие-то другие участники. Всё. Когда вы начнёте слушать себя и выполнять свои правила, да, которые вы себе написали, только тогда у вас будет какой-то такой баланс. Если вы будете распыляться, если вы будете лезть, проверять, это всё надо делать в начале. Не тогда, когда вы уже вложили счёт, открыли большой, вы торгуете. Нет. Это нужно всё проверять на ДМ-счёте, возможно, торговать или на каком-то маленьком депозите. То есть всё нужно проверять в начале своих торгов. Понятное дело, может быть, да, так как рынок у нас очень такой меняется с каждым годом, да, можно подстраиваться, можно торговую систему менять, можно её видоизменять. Ну, надо быть гибким. Но, опять же, эту гибкость, её нужно сохранять не особо без каких-то, не без какой-либо нервозности, да, без эмоций. Потому что всё-таки это рынок, скажем так, это такая работа. Все хотят заработать, да, все хотят торговать, да. Многие трейдеры, скажем так, только в России, вообще, в принципе, за границей, многие хотят что-то урвать с этого рынка, понимаете, да. Поэтому здесь самое главное, что даже если вы просидите, там, месяц без делок или, не знаю, 2-3 недели, может быть, больше месяцев, от этого ничего страшного не произойдёт. Понимаете, когда вы сидите месяц без делок, возможно, кто-то теряет деньги. Вот здесь самое главное сохранять вот эту вот специфику работы, её надо принять, да, что вы можете какое-то время, ну, без торговли, да, сидеть, там, неделю-две точно. Например, S&P 500 как-то вот не ходит, плохо ходит, например, и все акции за ним идут за S&P 500, да, если мы сейчас говорим вот конкретно, да, про эти акции, то вы тогда не торгуете. Если вы торгуете что-то другое, например, инструменты, которые сильнее рынка, которые совершенно не ходят, не коррелируются, то вы тогда другие эти инструменты торгуете. Но, опять же, чтобы торговать что-то другое, вы должны это всё изучить, да. Да, никогда не лезьте всё-таки в эти инструменты, которые вы не изучили, которые вы не понимаете, что у них происходит. Понятное дело, вы на этих инструментах потеряете деньги, и это нормально. Вообще, терять деньги в начале и, в принципе, в процессе, да, получать убытки – это нормально. Потому что вас убытки приводят к чему-то лучшему. По крайней мере, у меня так. Мне нравятся мои убыточные сделки, когда я их получаю, я начинаю понимать, это правильно убыточная сделка или нет. Это самое главное, что вы себе должны сказать. Это правильно убыточная сделка? То есть, я зашёл по правилам, ну, просто вот выбило, ну, бывает, да, там, или перезаход, возможно, либо картинку сломали. Либо вы зашли, поспешили, либо сценарий был ваш неподтверждён, который вы прописали, или ещё что-либо. В принципе, всё, что я хотела сказать в данном видео. Да, то есть, в принципе, все вот эти вот пункты, да, если вы подойдёте правильно к этой работе, вы уберёте этот азарт, эта вспышка, понимаете, да, что вы можете там какой-то счёт разогнать и тут же его слить. И так будет всегда, если вы так будете относиться к этой работе. Скажу так, да, если у вас небольшой депозит, разогнать его можно, но это долго, да. То есть, вы тоже должны под это подписаться, вы должны это всё принять и идти к этому маленькими шажочками, да. Это как человек, который начинает худеть, или он садится на диету. Он же не похудеет на следующий день? Нет. Он похудеет через какое-то время, там, через 3 месяца, через 6, через год, да, скинет вес, там, если он будет правильно подходить. Не так, что я там на голодовку сажусь на 20 дней. Вот я сажусь на голодовку на 20 дней, я скину 5 килограмм, ну, допустим. А потом я через 2 недели опять наберу. Вот то же самое в трейдинге. Вы закидываете счёт, вы что-то там урвали, повезло вам, и в итоге вы сливаете весь счёт. Итак, замкнутый круг. Если так всё время будет, я не могу сказать, что это будет ваша основная профессия. Если вы хотите трейдинг сделать как основная профессия, то вам нужно к этому подойти как минимум, как минимум с пониманием того, что эта работа, она как баланс, понимаете? То есть убытки прибыли, они есть. Но суть в чём, да? Суть в том, что вы должны соблюдать этот баланс. То есть у вас настолько должно быть всё отфильтровано, ваши сценарии настолько должны быть подкручены, ваши инструменты, куда вы лезете, также должны быть подкручены. То есть, например, вы берёте какую-то кросспару на Форексе и торгуете по ней сценарий, допустим, пробой. Этот же сценарий вы берёте, торгуете на криптовалюте. И вы сравниваете, работает это или нет. Если это не работает на криптовалюте, значит, на криптовалюте работает другой сценарий. Вы смотрите, какой сценарий работает на криптовалюте. Вы начинаете применять сценарий на другом инструменте. Все, у вас должно быть все записано. Вообще думать здесь особо не нужно тогда, когда вы торгуете. Ваша задача проанализировать рынок, сделать домашку и все. Больше ничего не нужно. Все остальное вы делаете до. То есть до анализа у вас должна быть ваша торговая система, ваше понимание рынка. В принципе все, ребят. Всем спасибо за внимание, кто посмотрел данный ролик. Я вам всем желаю успехов. И конечно же желаю вообще, можно сказать, не могу сказать, что меньше стрессов. Стараться вообще не стрессовать. Почему? Потому что в принципе рынок, представляете, какой-то конгломерат. То есть настолько там всего происходит. И фундаменталы, участники, все. Это все равно сильнее вас, сильнее любого трейдера. И стрессовать нет смысла. Здесь подстроиться нужно. Вот вы подстроились и вы держитесь на плову. Если вы не сумели психически это все перебороть, переодолеть себя, как-то победить, то это сложнее. Либо вы отходите и как-то с собой работаете, либо вы не лезете в этот рынок. Потому что зачем вам какие-то проблемы потом со здоровьем, с финансами и так далее. Всем удачи желаю. Всем успешного обучения. Учитесь правильно. Работайте над собой. Работайте над вашей торговлей. Не ленитесь. Лень это главный враг. То есть если вы будете все делать правильно, и не будете лениться. И будете подходить более тонко. То у вас все в принципе получится. Всем спасибо за внимание. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok